Доброго времени суток, дорогие друзья! Посмотрим на итоги сегодняшнего дня на фондовом рынке и какие последние тенденции мы наблюдаем. Что мы видим? Сегодня достаточно хорошо растут Индия, Австралия. Это связано, конечно, больше с факторами именно локальными, региональными. Выборы в Индии прошли достаточно позитивно. Сохранение предшественников власти остается сейчас главным сценарием, поэтому все как бы позитивно. Европа торгуется не так хорошо, как мы видим, но Америка, в общем-то, между этими цифрами остается. Также и Россия. Давайте более глубоко посмотрим на сегодняшний рынок. Также разберем пару компаний, Huawei, а также Tesla. Достаточно по короткому сценарию пробежимся, какие фокус-факторы на текущий влияют на глобальный рынок. Первое, что мы посмотрим, это на фондовый рынок глобальный. Вот мы видели такую, рисовали тенденцию, но, в общем-то, сейчас ее можно удалить уже и посмотреть диапазон, в котором ходят акции за последние трое торговых суток. Мы видим, что этот диапазон не очень большой. По процентному соотношению, если взять от Хайды Плоя, то это 1,5 доллара, 1,5%, что, в общем-то, на текущий момент является достаточно нормальным явлением. Акции практически застряли в этом диапазоне. Мы видели сегодня достаточно позитивные торговли, открытия, и потом уже с Америки мы увидели более серьезный рост. Это связано, прежде всего, с политикой конфронтации на международном рынке, политикой конфронтации по поводу процентных ставок, по поводу также неопределенности с именно торговыми отношениями. И давайте посмотрим, какие фокус-факторы на текущий момент сложились. Первое, что мы можем отметить, это, конечно, есть позитивные объявления. Также и в торговле Трамп оттянул немножко дедлайн, то есть ту дату, когда могут вступить пошлины на автомобили, на импорт автомобилей в США, из Европы, Японии. И это является позитивной динамикой, но эта новость также угасающая. Есть три, точнее четыре даже позитивных фактора, которые достаточно короткие. Это хорошие японские данные по ВВП, неплохая динамика по коммодитис, то есть товарным рынкам в Китае. Мы видели на прошлой неделе достигло уровня 100. По РУДе также очень интересные, хорошие данные были. По американской экономике, ну, конечно, не все супер позитивно, но, в общем-то, позитивно. И хорошая отчетность. Все вот это складывается в такой позитивный момент, который хорошо поддерживает акции. И вот давайте вернемся к нашей стратегии. Мы придерживаемся в последнее время краткосрочной такой, ну, достаточно шатающейся динамики. Мы видим количество баллов, то растет, то падает. Но, в общем, не выходит за пределы пяти, шести. А это говорит о какой-то, ну, такой очень краткосрочной динамике. Поэтому мы пытаемся вот работать в таких вот небольших диапазонах. Если вы видите, то с утра мы заняли короткую позицию. И это связано, конечно, с политикой США в отношении компаний, крупных таких китайских, как Huawei. Давайте на минутку отличемся от глобальных вещей. Посмотрим, вот что такое компания Huawei. И почему такой большой скандал. Давайте откроем. Эта компания, кстати, это частная компания. Там публичных данных вы нигде не найдете. Она не торгуется. Вот мы видим, написано частная компания. Но она достаточно открыта. И мы можем хорошо видеть финансовые потоки на текущий момент. Мы видим, что у этой компании на последнюю дату, это вот именно конец 2018 года, 38 миллиарда кэша. Это в долларах отчетность. Это достаточно высокий, очень даже высокий уровень. Совокупный долг небольшой, около 10 миллиардов. Это говорит о более стабильности. А компания, посмотрите, растет достаточно быстрыми темпами. Особенно в последние несколько лет темпы больше 30%. И вот 2017-2018 год мы видим около 20. В текущем также около 20 мы идем по отчетности. И это достаточно хорошо. Высокая очень маржа, 38. Это если мы сравним, для сравнения. Вот возьмем одного из крупнейших лидеров, также компанию Apple. Для сравнения. И посмотрим вот ее. Ой, не Apple, Apple. И посмотрим. Посмотрим ее отчетность. И вот в сравнении маржу посмотрим. Видите, 38 маржа Huawei, у Apple 37. То есть маржа, как у Apple. То есть компания, которая приносит достаточно хороший кэшевый поток. Сейчас мы переизменим на год, чтобы были одинаковые цифры. Конечно, выручка у Apple в 2,5 раза выше, чем у Huawei. Но валовая прибыль также большая достаточно. То есть около 38 маржа там и там. Но уже по EBITDA, конечно, не такие прекрасные цифры, как у Apple. 12% мы видим. То есть некоторая нагрузка в инвестиции, конечно, чувствуется. Капитальные расходы большие достаточно у Huawei. И мы видим, что чистый доход около 8 миллиардов. То есть компания очень приличная. 100 миллиардов выручки. Это очень хорошее. Если посмотреть на детали, то мы видим, что компания предлагает всякие сетевые продукты, телекоммунициации. Но всем наиболее известно это, конечно, по коммуникаторам. И особенно сейчас G5 Huawei лидер мировой. Лидер номер один. То есть не американские, не европейские компании. Какие? А именно китайская номер один. Поэтому сейчас идет на нее такой вот большой прессинг. Мы помним Сабрина. Это финансовый директор Huawei, которая была арестована по запросу американских властей в Канаде. И мы видим, что это самая публичная, самая большая частная компания. Китайская. Но вот мы видим, что такой оборот продолжается. Продолжается наплыв от негативной динамики. Поэтому вот мировые рынки также будоражат. И мы решили также занять на всякий случай, так сказать, короткую, краткосрочную позицию. Ну вот бегло мы пробежались про Huawei. Будет отдельные данные по компаниям. Мы потом отдельно будем записывать видео на этот счет. Сейчас, если у вас какие-то есть комментарии или интересные темы, вы можете комментировать под этим видео. Переходим снова на данные по глобальной. И давайте посмотрим вот динамику последнего года. Мы видим вот этот уровень коррекции, который мы ждем. Пока мы остаемся в диапазоне около 1000 пунктов по Dow Jones. И будет ли дальнейшее падение или же рост. Если посмотреть на фокус-факторы и индекс оптимизма, то мы видим все-таки позитивную динамику. Но если взаимоотношения США и Китаем будет дальше, так же давится и продавливается. Конечно, мы можем увидеть падение снова. Где-то еще 1,5-2% нужно, чтобы достигнуть. Вот более точно это 2% достигнуть до целевого уровня. Поэтому при падении 2% будем решать, покупать или нет. Если ситуация, конечно, не улучшится сама собою. А улучшиться она может. Все зависит от политики Трампа, его высказываний. Потому что соглашение по, допустим, стали и алюминию с Канадой и США компромиссное достигнуто. Что касается давления еще на акции. Мы помним, что сейчас акции торгуются достаточно высоко. И если мы возьмем более длинный ориентир, то коррекция может продолжиться. И мы можем упасть к концу лета на этот уровень. То есть где-то коррекция порядка 7% может осуществиться. И этому есть некоторые факторы. И не все компании прибыльны. И многие компании, вы помните, размещение Uber. Давайте, кстати, сейчас быстренько пробежимся по последним супер размещениям. Как чувствуют они сейчас. Uber, мы помним, разместился достаточно высоко. И вот сейчас мы видим, что они торгуются ниже уровня размещения. То есть свободно можно купить облигации намного ниже, чем они размещались. И сегодня мы снова торгуемся в минусе. И это показывает о том, что рынок достаточно неустойчив. Какая проблема? Проблема в том, что многие современные компании борются за этой цифрой, рост выручки, забывая о прибыльности. Если в годовом исчислении посмотрим, то Uber планируется, при лучшем сценарии, около 5 миллиардов убытков и 4 миллиарда убытков в 2020 году. То есть катастрофичные такие цифры. И вот вы помните лидера в индустрии, компанию Tesla. Tesla было вот таким тоже драйвером роста. Долгое время мы видели ее как лидирующей. Вот сегодня, 20 мая, мы видим уже цифру 195. То есть падение 38% с начала года. И это связано с вот такой недоверием, что Tesla выйдет на правильные цифры. Если посмотреть финансы по Tesla, то мы видим, что Tesla пытается войти в прибыль, но не получается. Последний квартал снова 600 миллионов убытков. Очень низкая маржа. Вы помните маржу Huawei 38. Если взять годовые данные по Tesla, мы видим маржу 18 и по EBITDA 8. А в общем-то чисто убыток годовой будет. Tesla планирует выйти на прибыль где-то к 2020 году. То есть этот год планируется убыточным. Но хватит ли денег? Сейчас задается вопрос. Темпы роста выручки падают на 17%. После 80. Модель 3 не так хорошо все у нее с производством. И мы видим, что у Tesla из-за этого увеличивается долг до 12 миллиардов на текущий момент. Что вызывает большое опасение за будущность. И если мы посмотрим на более детализированные данные по долгам. Сейчас мы посмотрим сначала долги. То мы видим распределение долга. Что буквально в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, Tesla придется выплачивать по 2,5 миллиарда долга каждый год. А мы видим, если даже при достаточно хорошем сценарии. Давайте откроем финансовые данные, годовые. И мы видим, что EBITDA только лишь планируется на 4 миллиарда при лучшем сценарии в 2020. А в этом году вся EBITDA будет 2,4. То есть Tesla не сможет нормально функционировать. У нее просто не хватает денег. Поэтому и конечно мы видим падение акций. И интересный еще момент. Вот мы видим, допустим, CDS, который вырос снова до высокого значения выше 600. То есть это показывает о большой проблеме с долгами у Tesla. И соответственно это вызывает большое опасение инвесторов. И выливается продолжение падения акций. Сейчас мы перейдем на акции. Если бы вы проинвестировали 5 лет назад в Tesla. То есть компания, которая растет по выручке, но у нее плохо с прибылью. То на текущий момент ваша доходность была бы равна нулю. То есть в общем-то Tesla никуда за 5 лет не выросла. По сравнению с индексом более широким. Мы видим, что 66% роста дохода. За последний год Tesla особенно сильно начала падать. Вот мы видим на текущий момент около 25%. Хотя еще в декабре мы видели рост 30%. То есть вот такое сильное падение. Когда весь рынок начал восстанавливаться, Tesla идет в обратную сторону. Поэтому будьте осторожны с такими компаниями, как Tesla, Uber, Lyft и другие, которые не имеют чистой прибыли. Сейчас настают времена, когда особенно будут быстро продавать вот такие компании, которые имеют убытки. И соответственно возвращаемся к глобальной стратегии. Вот эта коррекция глобального рынка приведет, конечно, к плачевным делам, таким как Uber или Tesla. Вот на текущий момент это все. Мы остаемся в глобальной тенденции на take profit по акциям и ждем более низких уровней для возобновления покупок. Хорошего дня, удачных инвестиций.